сегодня будет научно-популярная лекция цель которой рассмотреть историю возникновения но современных представлений о космосе во вселенной о нашем мире и начать я хочу вот с этой цитаты открылась бездна звезд полна звездам числа нет бездне дна ну вот мы будем говорить о космографии о том как возникло современное представление о космосе во первых всегда нам говорят что самая древняя наука это астрономия городов не было никакой засветки не было люди жили под открытым небом видели звезды и видели движение светил видели какие-то законы открывали для себя этого движения но пропустим пропустим вавилон пропустим египет там конечно какие-то были представления но сразу поговорим о об античной и средневековой космографии я конечно пробегусь очень так кратко буду говорить какие-то основные имена буду упоминать и в древней греции на самом деле было придумано все было придумано и атомистическая картина мира была придумана и геоцентрическая система там были сторонники гелевой центрической системы но мы будем говорить о том что стало такой основной тенденцией вот но и это геоцентрическая система мира геоцентрическая система мира эта система в которой центре мира находится земля Начнем с Пифагора. Пифагор – это легендарная личность, глава мистической философской школы, мистик. И на самом деле мы знаем теорему Пифагора, знаем какие-то факты, связанные с жизнью Пифагора, но он был главой школы, и все, что в этой школе получалось, все приписывалось Пифагору, поэтому там невозможно ничего разделить. Но основой этого мистической школы была вера в цифру. Мы сейчас приходим к цифровому миру, у нас все цифровое. Родоначальником этого цифрового мира был Пифагор. Цифру Пифагор обождествлял, и, наверное, знаете, что, допустим, теория музыки, теория гармонии музыки – это тоже Пифагор, потому что он стал делить струны, стал смотреть, при каких соотношениях возникают какие интервалы, и эту теорию он как раз развивал. Ну и вот этот же подход Пифагор распространил на весь мир. Ну и подход был достаточно простой. Значит, мир представляет из себя что? Мир представляет из себя Землю, Земля окружена сферами, и на каждой из сфер находится то или иное космическое тело. Ну, это, конечно, какие космические тела? Луна, Солнце, Луна, некоторые планеты, конечно, Венера, Меркурий виден, Марс виден, Юпитер виден, Сатурн тоже виден. Сатурн тоже виден. Каждая планета помещалась на свою отдельную сферу, но и наивысший небесный круг нёс на себе звёзды. Почему, кстати, планеты каждый на свой круг надо ставить? Потому что они движутся не так, как звёзды по небу. Пифагор предложил, не предложил, а он считал, что все эти сферы находятся на гармонических расстояниях между собой, и эти расстояния образуют вот эту самую музыку сфер. Здесь этого нет, но вот я прочитал такую фразу, она меня просто потрясла. Пифагор считал, что эта музыка действительно звучит. Мы её не слышим только потому, что мы не прислушиваемся. Значит, наша задача сосредоточиться и услышать вот это звучание мира. Мир звучит. Звучит гармонично. Значит, консонантно звучит мир. Ну и вот эта теория, конечно, она очень простая, элегантная, красивая. В центре мира находится Земля. И вслед за Пифагором, так сказать, эта идея, она укрепилась. Ну и следующее имя – это Аристотель, выдающийся философ, мыслитель. И Аристотель развил эту идею и укрепил. Влияние Аристотеля было огромное в то время. И вот идея геоцентрической системы мира и сама система мира, собственно, Аристотелем была уже так детально развита. И он это всё описал. Откуда это он всё взял, я не знаю. Вот из каких-то своих снов. Но всё было описано, какие там сферы, с какими скоростями они движутся. И что важно, Аристотель, вот эта, значит, идея Аристотеля, она потом дальше использовалась очень активно. Почему? Значит, какая идея? А почему движутся сферы? Вы можете сказать, почему движутся сферы? Аристотель дал ответ на этот вопрос. Он сказал, что все сферы приводятся в движение последовательно, движением крайней сферы, которая содержит неподвижные звёзды. Ну и... А вот это движение, оно является перводвижением. Дальше в христианской традиции с этим перводвижением был совмещен Бог. То есть перводвижением является Бог. А вот это перводвижение, оно было введено Аристотелем. То есть это движение, которое необъяснимо. Мы не знаем почему, но вот всё движение, оно идёт за счёт перводвижения вот этой основной сферы. Ну и, конечно, гармония заключалась не только в том, что расстояние, размеры сфер были гармоничны между собой. Ну и вообще то, что это были сферы. Самые гармоничные фигуры, которые только можно вообразить. Птолемей. Птолемей, ну, когда вот говорят о геоцентрической системе мира, как раз всегда упоминают Аристотель и Птолемея. Значит, Птолемей уже ещё дальше развил систему Аристотеля. Ну, потому что система Аристотеля была очень красивой, но там не хватало расчётов. Там не хватало расчётов, а нужно было уметь всё считать, объяснять. Ну и оказалось, что вот эта простая система сфер, она всё-таки не очень хорошо работает. Потому что, ну, например, у планет есть такое движение, которое называется ретроградным движением. То есть планета движется по небесной сфере в одну сторону, потом вдруг начинает двигаться в другую сторону. И как-то вот с таким гармоничным, равномерным вращением всех этих мировых сфер это не очень сочетается. Что такое? Значит, сфера останавливается и начинает вращаться в другую сторону. Ну, Птолемей, не он один, конечно, но он всё свёл в систему. Но, значит, Птолемей собрал все астрономические знания. Вот Альмагест – это перевод на арабский язык. Конечно, то, что до нас дошли эти книги, не на древнегреческом, это всё дошло в переводе на арабский язык. И вот Птолемей написал большой-большой труд, где собрал все астрономические знания, известные на тот мир, ну, тогда Греция была не древней, на тот исторический момент. Это астрономические знания Греции, Вавилона, Египта и так далее. Ну, и для того, чтобы описать некоторые сложные движения, которые не вкладывались в систему Аристотеля, было предложено ввести дополнительные какие-то элементы в эту систему. Вот здесь видите эпициклы, дифференты, кванты и так далее. Но эпициклы – это что такое? Это, значит, вот есть основная сфера, на которой, например, находится Венера. И вот эта сфера вращается, но сама Венера, она находится ещё на маленькой сфере, которая катится вот по этой большой сфере. Ну, и так далее. Там введены были дополнительные элементы, но и эти дополнительные элементы как раз с помощью этих элементов удавалось описывать вот ретроградные движения, попятные движения, иначе говоря, да, и какие-то другие особенности в движении планет. Фома Аквинский, он канонизировал, собственно говоря, представление о мире. Это такой церковный авторитет, теолог, богослов, философ, схоластик, учитель церкви, член ордена доминиканцев. Вот, видите, канонизирован католической церковью как святой. То есть это очень и очень большой авторитет церковный был. И как раз Фома Аквинский, размышляя о том, как церковь трактует устройство мира, ну, вот он фактически канонизировал систему Аристотеля и Птолемея в католицизме, в церкви. И система Аристотеля и Птолемея, она превратилась в канон, в образец. И она была освящена, значит, именем Бога и уже не оспаривалась. Все, вот эта система, она была такая неоспоримая. Но время шло, и эпоха Возрождения. Ну, ступало новое время, значит, что это время принесло? Ну, принесло то, что на самом деле, конечно, знания об устройстве мира, они копились, накапливались, появлялись новые знания. Эти новые знания требовали какого-то осмысления. И понятно, что стали появляться какие-то отклонения от системы, которая была канонизирована уже тысячелетия практически. Ну, и первое имя, знаменитое имя – это Николай Коперник. Николай Коперник, во-первых, он... И очень интересно читать историю. Историю, вот просто сами можете почитать. То есть, Николай Коперник не был ни бунтарем, ни кем, но он был абсолютно человек церкви. И он разделял все канонические церковные взгляды. Коперник предложил другую систему, объясняя это тем, что... Ну, вот там считать легче. Считать легче, что я не претендую на то, что Земля в центре, но удобно помещать в центр Солнца. Потому что так, оказывается, легче считать и объяснять всякие движения. Ну, и система Коперника была создана, и в центр мира Коперник поместил Солнце, и планеты вращались уже вокруг Солнца. И планеты были распределены, тогда это было уже известно, вот в том порядке, который мы сейчас знаем. Что ближе всего там находится у нас Луна, потом находится Меркурий и так далее. Но в целом Коперник находился вот в этой системе признанной. И, конечно, он говорил, что есть сфера неподвижных звезд, и есть Бог, который как раз управляет движением вот этой сферы, и все, что происходит в мире, все мы находимся под властью Бога. И вот сфера неподвижных звезд, она как раз, весь мир ограничен сферой неподвижных звезд. Джордана Бруно. Значит, история драматическая. Все мы знаем, что вот Джордана Бруно, он был осужден святой инквизицией, его сожгли на костре. Это было такое обычное тогда для церкви, значит, наказание. Его сожгли на костре. Ну и сожгли его, вот я, например, сам когда-то думал, что именно за его такие космогонические революционные взгляды. Ну, в частности, значит, Джордана Бруно проповедовал учение о бесконечности Вселенной и о множестве миров. Тогда это было немыслимо. Немыслимо было. Вот все годы это было немыслимо. Считать, что Вселенная бесконечна. Нет, Вселенная, она ограничена сферой неподвижных звезд. А еще к тому же считать, что Вселенная содержит множество миров, а такие же, как наш мир, это шло вообще уже против всех каких-то религиозных идей того времени и канонов того времени. Но, тем не менее, Бруно был такой, тут точно он был такой абсолютный революционер. Но, на самом деле, сожгли его не только за это и даже, может быть, главным образом не за это. Потому что, если вы прочитаете историю Джордана Бруно, значит, это был абсолютный еретик в том смысле, что он, например, отрицал Святую Троицу. Я тут не буду сейчас вам лекцию по теологии читать, но представление о Святой Троице – это краеугольный камень. И, о боже, он отрицал непорочное зачатие. Значит, это, ну, конечно, за это я бы сам его сжег, честно говоря. Но у него там был длинный список обвинений, и в том числе его космогонические представления шли там такой строкой. Потому что он вообще все отрицал. Это был такой бунтарь Тихобраге. Тихобраге как раз абсолютный человек вот той системы. Астроном, астролог, алхимик эпохи Возрождения. И что он делал? Он выполнил огромное количество астрономических наблюдений. Им были получены таблицы движения небесных тел с очень высокой точностью, насколько возможно, на то время. И вот он не занимался философией, не занимался какими-то теологическими изысканиями. Он занимался наблюдениями, как такой настоящий астроном. И это очень важное имя в истории науки. Потому что следующее имя – это Иоганн Кеплер. Вы видите, тут они уже пересекаются по времени жизни. И Иоганн Кеплер – это действительно человек, человек, который совершил революцию в астрономии, основываясь на таблицах Тихобраге. Он стал уточнять, собственно говоря, траекторию планет. Ну, орбит. И вдруг выяснил, что округовые орбиты – это не очень хорошо. Ложатся вот в рамки этих таблиц. И сделал свои знаменитые открытия. Это три закона Тихобраге. Ну, первый закон, вот здесь у меня отдельно есть. Значит, Тихобраге установил, что планеты движутся не по круговым орбитам, а по эллиптическим орбитам. И Солнце находится не в центре этой орбиты, а в одном из фокусов. И это абсолютно был такой революционный вывод, потому что он разрушал эту гармоническую картину мира. Оказывается, значит, планеты движутся не по сферам, идеальной формы сферической, а почему-то они движутся по эллипсам. Ну, и кроме того, значит, он получил еще пару законов. И каждый из этих законов, ну, вот в частности, видите, вот этот второй закон Кеплера говорит о том, что за одно и то же время космическое тело заметает одинаковую площадь. Вот. А поскольку орбиты вытянуты, то получается вот эти вот секторы, они такие разные формы. Ну, отсюда следует еще один факт, что понятно, что для того, чтобы вот этот закон работал, нужно, чтобы тела двигались с разными скоростями. То есть тело движется быстрее, когда оно ближе к Солнцу, а медленнее, когда оно дальше от Солнца. Это опять нарушение гармонической картины мира, такой идеальной картины мира. Оказывается, космические тела движутся по орбитам не с постоянными скоростями, так, знаете, как вот в системе Аристотеля, все так равномерно, неизменно, все чинно и благородно. Они движутся с различными скоростями. Вот. Ну, третий закон я комментировать не буду. Здесь просто Кеплер установил некоторую связь параметров орбиты и с временами. Кеплер фактически совершил, еще раз я скажу, совершил революцию, не желая того. А вот с Галилеем история другая. Видите, Кеплер и Галилей и Тихобрагия жили примерно в одно и то же время. Вот Галилея у Галилеи – это личность, про которую можно и нужно делать отдельную лекцию. Это действительно просто гигант. Это человек, который, можно сказать, что он создатель современной физики. Мы, может, ничего не знаем про Галилея, но мы знаем, что он сказал. Все-таки она вертится. Галилей был первым человеком, который сделал телескоп. Значит, он не мог телескоп в Озоне купить или там где-то в магазине каком-то. Телескопов вообще не было до Галилеи. Уже появились зрительные трубы, появились линзы. Стало понятно, что комбинируя линзы что-то можно делать. Стала формироваться геометрическая оптика. А Галилей сделал телескоп. И сделал простое. Он просто сделал телескоп и посмотрел на небо. И, посмотрев на небо, он увидел, что Луна – это не просто как-то окрашена какими-то пятнами, а на Луне есть горы. И еще раз говорю, вот каждый такой факт он разрушал, вот как ржавчина разъедал идеальную картину мира. Луна – это, оказывается, некое такое космическое тело, на котором есть горы, долины и так далее. Что еще увидел Галилей? Галилей увидел фазы Венеры. То, что Венера имеет фазы, вот так же как Луна, растущий серп, спадающий серп. Объяснение этому было только одно, что Венера вращается вокруг Солнца, причем по орбите ближе, чем Земля. Он увидел совсем невероятные вещи для того времени. Он увидел, что у Юпитера есть спутники. Эти спутники, он увидел четыре спутника, и эти спутники так и называют сейчас галилеевские спутники. Понимаете, вот это факты, которые для нас сейчас кажутся, ну а что такого? Это абсолютно очевидные вещи. Мы это все знаем. А тогда это просто было фактами, которые разрушали вообще всю картину мира, которая была канонизирована церковью. И Галилео Галилея написал труд. Причем он считал, что ничего такого, что написал труд. И тогда любая публикация требовала одобрения церкви. Это одобрение он получил. А потом наступило понимание у церковных деятелей, что что-то тут не то. Ну вот действительно, все книги Галилея были отозваны. Ну там драматическая история, как всегда, там какие-то остались, как сам издат. Они там уже распространялись по христианскому миру. Труд Галилея распространялся. Потом был суд Инквизиции. Его признали, какая-то там формулировка, какая-то, ну в общем он был не совсем еретиком, а таким признан человеком, который еще может исправиться. Ну это только означало, что его не сожгли. Он уже был пожилой человек. Его, значит, посадили под домашний арест. И он последние там годы жил под домашним арестом, причем очень жестким. Но вот откуда взялась эта фраза, что она все-таки вертится? На самом деле Галилей этой фразы, конечно, не говорил на суде. Он на суде, там, ему был написан текст, он должен был признать все свои ошибки. Он это все прочитал по-написанному, что я признаюсь, был неправ, что картина мира Аристотеля, она правильная. Но находясь в заточении, значит, он уже ослеп, и он надиктовал, надиктовал, тем не менее, еще один труд. И просто-напросто, вот как сам издат, он через доверенных лиц его передал, где он по-прежнему отстаивал гелиоцентрическую систему мира. Это невероятное мужество, ему там уже было под 70. Пойдем дальше. Гюйгенс, здесь я его поместил, потому что все, уже невозможно было остановить движение этих новых представлений. И на самом деле появились способы наблюдения новые. И Гюйгенс, это механик, физик, математик, астроном, изобретатель. И как раз Гюйгенс сделал очень совершенный телескоп уже по тому времени. И он просто подтверждал все, что получал Галилей. И он оценил впервые расстояние до звезды. Ну, там эта оценка была очень неточная, но это тоже был очень важный факт, потому что оказалось, что расстояние до звезды намного больше, чем расстояние до планеты. Намного больше. И тоже это уже никак не укладывалось вот в эту систему, что звезды находятся на сфере, которая там каким-то гармоническим соотношением с другими сферами связывается. То есть, все факты уже говорили о том, что геоцентрическая система мира не работает. А только в 20 веке, совсем недавно, по-моему, в 1998 году, эдикт Папы против Галилеи был отменен. Этот эдикт существовал, то есть, никто его не отменял, что все, что Галилеи говорил, это все неверно, и вообще это ересь. И до 1998 года мы вообще не могли это говорить, потому что это была полная ересь. Давайте мы теперь просто быстренько пробежимся, что же сейчас мы знаем о Вселенной. Ну, конечно, мы начинаем говорить с... Начинаем с Солнечной системы. И Солнечная система – это система, которая содержит Солнце как звезду основную этой системы, ну и планеты, и другие космические тела, которые в Солнечной системе существуют. Смотрите, вот эта вот цифра интересная. Масса Солнечной системы – один, запятая, значит, 14 десятитысячных массы Солнца. Что это означает? Это означает, что масса Солнечной системы состоит, во-первых, из массы Солнца и из массы всех остальных космических тел, которые составляют Солнечную систему. И все остальные космические тела дают нам 14 десятитысячных от общей массы Солнечной системы. То есть, конечно, основная масса Солнечной системы – это масса самого Солнца. Есть оставшаяся масса, в основном приходится на газовые гиганты. Большие планеты – это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вот их масса – это 99% всей оставшейся массы. Тут пока про Землю даже мы ничего не говорим. Вся масса – это Солнце и большие газовые гиганты. Потом у нас есть карликовые планеты. И вот Плутон недавно потерял статус планеты и был переведен в рамк карликовой планеты. Но есть гипотетическая планета Церера, которая находилась между Землей и Марсом, там дальше где-то я это еще буду говорить. Я всегда говорю о масштабах. И вот на этом слайде поговорим о масштабах. Значит, какими единицами мы пользуемся, когда мы говорим о космосе? Ну вот исторически такая, наверное, самая первая единица – это астрономическая единица. Но астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца, можно сказать так, да? Ну или это большая полуось эллипса, если говорить по-научному. И на самом деле эта единица, вот эта цифра, которая стоит здесь, эта цифра была сравнительно недавно, принята просто на Метрологическом конгрессе, там уточнялись разные единицы. Ну и вот для астрономической единицы была принята такая цифра. Значит, это 149 миллионов 597 тысяч 870 километров. Ну и это просто сейчас принято, вот это астрономическая единица. Ну а Земля, вы видите, она когда движется по орбите, она то ближе находится к Солнцу, то дальше от Солнца. И там на самом деле расстояние колеблется, там 147 миллионов, 152 миллиона, вот так вот расстояние колеблется, то Земля то ближе, то дальше от Солнца. Вот. Но, тем не менее, астрономическая единица – такая условная единица, которая есть в среднем расстоянии от Земли до Солнца. И очень удобная единица. Вот, давайте теперь в этих астрономических единицах мы вообще обсудим саму Солнечную систему. Ну, вот здесь несколько картинок. Вот в первом квадрате расположены планеты земной группы, так называемые. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс. Ну и, да, я сказал между Марсом и Землей, я неправильно сказал, между Юпитером и Марсом. И вот планеты земной группы – это Меркурий, значит, Венера, Земля, Марс. Вот они, вот такой образует, вот такой образует картиночку. А дальше уже Юпитер за Марсом, а между Юпитером и Марсом находится пояс астероидов. Откуда этот пояс взялся? Ну, вот как раз одна из гипотез, то, что приливными силами была еще одна планета – Церера, и приливные силы Юпитер разрушили эту планету. Все ее остатки вот так были размазаны по орбите, и сейчас представляет собой астероиды, которые время от времени гравитационными какими-то возмущениями их оттуда выбивают, и они падают куда-нибудь и улетают из этого пояса и представляют астероидную опасность, в частности, для Земли. Вот. А если пойдем дальше, то как раз дальше идут вот четыре планеты – Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон. Ой, Нептун, извиняюсь. И это четыре планеты, которые называют газовыми гигантами. Ну, почему? Потому что планеты земного типа – это каменные планеты, можно сказать так. А вот эти планеты – это уже не каменные планеты. Они состоят из газа. Вот. Но они очень тяжелые. Они очень тяжелые. Ну, и смотрите, вот как квадратик вот этот превращается в тот квадратик. Ну, и какое расстояние? Расстояние от Земли до Солнца – это одна астрономическая единица, а расстояние от Солнца до Нептуна – это 30 астрономических единиц. То есть вот размер вот этого синей окружности – это 30 астрономических единиц. То есть Нептун находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Ну, заканчивается ли на этом Солнечная система? На самом деле нет, не заканчивается, потому что мы точно знаем, что вот следующий квадратик, который… Вот нет у меня, к сожалению, лазера, который, включая из себя вот этот маленький квадратик, вот все планеты находятся в этом квадратике, да? А Солнце окружено еще образованием, которое называется облако Оорта. Ну и облако Оорта там гипотетически оттуда как раз гравитационными возмущениями выбивают кометы. Там находятся такие ледяные глыбы, и вот оттуда прилетают кометы. Ну, дальше уже это гипотетические какие-то вещи, то есть вот, например, есть гипотетическая планета Седна, которая, вот видите, облако Оорта, оно вон все умещается в маленьком квадратике, а Седна, она летает совсем далеко. Какие размеры Солнечной системы в результате? Размеры Солнечной системы это порядка 150 астрономических единиц. Вместо Солнечной системы теперь можно уговорить звездные системы, и мы теперь знаем, что космическое пространство заполнено звездами. Ну и звездные системы, их размеры, это как раз сотни астрономических единиц. Вот такие размеры звездных систем. Ну и тут показано окружение Солнечной системы, ближайшая к Солнцу звезда, это так называемая Проксима Центавра. Вот здесь, кстати, на этом рисунке нет Проксимы Центавра, смотрите, а есть что? Есть три Альфа Центавра, да? Потому что Альфа Центавра А, Альфа Центавра Б, Альфа Центавра Ц, на самом деле, это тройная система, эти звезды там вращаются и время от времени одна звезда становится ближе к Солнцу, чем другая. Ну и на самом деле ближайшее окружение Солнца, вот оно здесь показано, какие-то наиболее яркие звезды, в том числе, видите, Сириус тут имеется, вот яркая звезда, ну и и так далее. Значит, здесь снизу показано размер вот этой области, размер 40 световых лет. тут тоже надо сказать об этом масштабе, потому что астрономы пользуются и парсеками, и световыми годами. Важно, что парсека такая, очень большая величина, а световой год тоже большая величина, но меньше парсека. Ну вот здесь 40 световых лет, то есть, если вы умножите на 3, получите 120 парсек, получится 120 парсек. Вот ближайшая окрестность. Дальше мы с вами обсуждаем, как устроено наше космическое пространство. И я обычно всегда задаю один и тот же вопрос. Как звезды расположены в космическом пространстве, как они его заполняют? Если мы смотрим сюда, то мы видим, что более-менее равномерно заполняют звезды космическое пространство. А если мы рассмотрим большие масштабы, то мы увидим, что звезды заполняют космическое пространство неравномерно, а образуют компактное образование, которое называется галактиками. И одну галактику мы точно знаем, это галактика Млечный Путь. Вот мы живем в галактике Млечный Путь. Диаметр галактики 100 тысяч световых лет. Галактика Млечный Путь представляет собой диск. Это галактика, которая в форме диска. И какая толщина этого диска? Толщина порядка здесь 100 тысяч, значит 1 тысяча световых лет. То есть толщина диска в 100 раз меньше диаметра. Я придумывал какой-то образ, когда рассказывал на лекции, вот представьте себе, что мы там алюминиевый диск, компакт-диск точнее говоря. Возьмите, его диаметр 10 сантиметров, толщина 1 миллиметр. Вот галактика Млечный Путь, типичная галактика, имеет вот такие масштабы. Вот представьте себе, что значит звезды, нам кажется, все очень большое такое, но вот в космосе летает такое скопление звезд, которое совершенно разное масштабы имеет в одном направлении и в другом. То есть толщина в 100 раз меньше. Вот такие компакт-диски летают по космосу, значит, получается. в галактике сотни миллиардов звезд. Вот здесь написано. Солнце находится на расстоянии 27 тысяч световых лет. Очень легко посчитать. Диаметр 100 тысяч световых лет, радиус значит 50, а это 27. Это примерно на середине от центра галактики до края галактики наше Солнце находится. Примерно на середине. Вся галактика вращается. Вся галактика вращается. Ну и чтобы совершить полный оборот требуется 235 миллионов лет. Это означает, что за время жизни Вселенной, за время жизни галактики уже несколько оборотов Солнечная система совершила. Наша галактика содержит несколько рукавов. Рукав Стрельца, Рукав Персея, Рукав Лебедя, Рукав Центавра и Рукав Ориона. Вот наша Солнечная система находится в рукаве Ориона. Значит, все звезды, которые мы видим на небе, это, хотя мы и говорим, что это Маличный Путь, на самом деле, это звезды ближайшие. Это все звезды из рукава Ориона. Ну и строение галактики, типичное строение галактики, оно вот такое. Значит, имеется ядро, имеется сферическое гало, вокруг галактики находится много шаровых скоплений, это маленькие звездные шаровые скопления, сравнительно маленькие. Вот, там, даже до того, что там тысячи звезд, десять тысяч звезд, может быть, там есть совсем маленькие шаровые скопления. есть центральная часть, Балдж, это такая часть, где утолщение, и там звезд больше, и там плотность звезд больше. Вот, но что еще интересно, то, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Еще совсем недавно про черную дыру астрономы относились очень скептически к черным дырам, но сейчас уже время изменилось, и астрономы сами занимаются наблюдением черных дыр, и по современным представлениям в центре почти всех галактик, массивных галактик, это точно, находятся черные дыры, сверхмассивные черные дыры. Вот черная дыра, которая находится в галактике Млечный Путь, то есть в нашей галактике, ее масса 4,3 миллиона масс Солнца. То есть черная дыра весит как 4 миллиона 4 с лишним миллиона Солнца. Понятно, да? Есть черные дыры очень тяжелые, которые там десяток миллиардов масс Солнца весит. Вот. И черная дыра в центре галактики является очень важным таким элементом, который похожа, вот как раз за счет нее вся эта система гравитационная и связана как раз. Представление о галактиках сформировалось совсем недавно, в начале 20 века. Стала развиваться галактическая астрономия и стало ясно, что вот например Туманность Андромеды, которая была известна астрономами давно, это не просто Туманность, это галактика, которая другая галактика, которая удалена от нашей галактики. До 20 века вообще считалось слово галактика означало весь мир и все звезды находились в одной галактике. Потом стало понятно, что галактика не одна, а сейчас понятно, что галактик миллиарды, их очень много. На небе видна галактика Андромеды, на небе видна галактика треугольника, вот так она слева от Млечного Пути находится. Здесь показана картинка так называемой местной группы галактик, то есть вот есть Млечный Путь, вот есть галактика Андромеды и еще сотни более мелких галактик, ну, из крупных галактик треугольника и галактика Андромеды, и еще сотни более мелких галактик. Галактики образуют, в свою очередь, гравитационно связанные группы. Группа, в которую входит наша галактика, Млечный Путь, она так и называется, местная группа галактик. Это ее официальное название. Дальше, такие местные группы галактик образуют сверхскопления. Вот они здесь показаны. Каждая точка – это не отдельная галактика, это скопление галактик. Эти сверхскопления образуют, в свою очередь, такие группы, которые движутся по космическому пространству как единое целое. Ну и здесь показано, что вот сверхскопление Девов, в которые входит наша группа галактик. Вот ее размер – это 20 миллионов световых лет. На 3 умножите, получите 600 с лишним парсек. 600 миллионов парсек, извиняюсь. Ну и сверхскопление, оно содержит, видите, уже порядка больше 30 тысяч галактик. Как вот эти сверхскопления расположены в космическом пространстве? Этот вопрос я буду задавать все время. Они образуют комплексы сверхскоплений. Ну и вот здесь показан уже масштаб 520 миллионов световых лет. Есть области, которые не содержат звезд, не содержат галактик. А есть области, которые содержат много галактик. Вот это не так, что все космическое пространство заполнено веществом, звездами, галактиками. Нет, есть пустоты, есть области, которые содержат много галактик. А вот здесь уже интересно. Вот эта картинка – это, конечно, просто рисунок художника. Но что в этой картинке надо отметить? В этой картинке надо отметить, что по каким-то соображениям художник нарисовал точечки. Вот если здесь, смотрите, здесь есть места, где точечек много, а есть пустоты, то на масштабах, которые показаны здесь, 186 миллиардов световых лет, мы видим, что все области космического пространства примерно равномерно заполнены галактиками. Это очень важный факт, называется космологическим принципом, который говорит о том, что, начиная с каких-то масштабов, наша Вселенная однородна. И количество звезд в области одинаковое. Но на самом деле вот более серьезная картинка, то есть не сделанная художником, а некий атлас, каталог, галактик. И на этом каталоге уже показаны там расстояния, показаны точками скопления галактик. Ну и мы видим, что на самом деле все-таки здесь нет равномерного заполнения, а здесь есть какие-то группы. Вот, например, вот эта полоса, она была открыта раньше всего, она называется Великая Стена, Great Wall, вот, значит, есть пустоты, причем наличие галактик, ну, и скопление галактик, это загадочный такой факт. Но вот наличие пустоты, это не менее загадочный факт. То есть, есть области пространства, которые вообще не содержат вещества. Вот эти структуры, это большая загадка для современной космологии, потому что по современным представлениям все должно быть равномерно на больших масштабах заполнено. Но вот наличие вот таких структур, оно как бы бросает вызов людям, которые занимаются космологией. Вселенная представляет собой вот такую структуру. Видите, вот картинка художника справа, она показывает, что Вселенная в целом однородная. То есть, есть неоднородности, которые называются узлы, такие яркие точки. Это, значит, места, где много галактик. Есть какие-то нити, есть какие-то стенки, есть пустоты. Но в целом, если взять в среднем, структура такая однородная. Я это называю как разрез губки. Вот просто губка для мытья посуды. Разрезали. Если отойдешь, вроде губка однородная, а так посмотришь, там какие-то, значит, неоднородности есть. То есть, в целом Вселенная однородна. И вот это главное представление современной науки в том, что Вселенная в целом однородна, ну, и еще она изотропна, потому что никакого выделенного направления нет. Куда бы мы ни посмотрели, мы везде увидим одно и то же. Но как раз на этом пора заканчивать. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!